МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня у нас воскресенье, 1 декабря. Сегодня первый день зимы. Здравствуй, зимушка-зима. Так и называется наш сегодняшний праздничный тираж. Ну, недаром, как вы знаете, в России говорят, готовь сани летом. Ну, вот свои сани мы начали готовить зимой. И вы знаете, ничуть в этом не раскаиваемся. На таких санях, да в сопровождении подруги жизни, вот в такой шубе, да еще с путевкой в Финляндию на отдых. В общем, всех, кто надеется на то, что сегодня смогут, на санях, да со спутницей жизни в шубе, да в Финляндию. Всем вам удачи в 425-м тираже всероссийской телевизионной игры лотереи «Русская лото». АПЛОДИСМЕНТЫ Именно 1 декабря 1918 года, ровно 84 года назад, был основан центр советской и российской конструкторской мысли Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Николая Егоровича Жуковского. Сегодня в нашей тиражной комиссии сотрудники этого прославленного института. Старший научный сотрудник ЦАГИ Олег Пустовойченко. АПЛОДИСМЕНТЫ С юбилеем вас! С днем рождения института! Инженер-конструктор Ольга Потемкина. АПЛОДИСМЕНТЫ Начальник отдела кадров Олег Скрипачёв. Ну, вам, естественно, буквально два слова для того, чтобы поздравить своих коллег. Я желаю всем поздравить сотрудников ЦАГИ с 84-й годовщиной образования ЦАГИ, пожелать всем здоровья, счастья и дальнейших трудовых успехов. Всего наилучшего! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вы знаете, я вдруг посмотрел на наш шнегоход. А вот из него можно сделать, как это говорят, аэродинамические сани? Знаете, вот в свое время. Можно, уже у нас есть. Приезжайте к нам на исследовательскую станцию Дубну. Там стоят такие сани. Одни из них даже делались для Леонида Ильича Брежнева. Правда, да? Да, аналогичные. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что же, Ну вот, теперь обратите внимание на нашу аэродинамическую трубу. Ну, прежде чем мы запустим ее, ну, а тут изобретение нехитрое, для вас просто, наверное, смешное. Проверьте наличие всех бочонков от первого и до последнего. А я тем временем передам слово нашей компьютерной группе. Говорит Галина Силакова. АПЛОДИСМЕНТЫ В 425-м тираже принимает участие 1 миллион 229 тысяч. 856 купленных вами билетов. Призовый фонд игры составил 18 миллионов 447 тысяч 840 рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все ли в порядке? Все в порядке? Ну что же, я тогда, может быть, вот так, чтобы у нас все вращалось. Я сейчас минутку, я должен подставить вот это изобретение, ну, совсем не хитрое изобретение, это наш мешок. Ну и теперь начнем вращение. С Богом! Удачи всем, кто играет сегодня вместе с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, очень слаженно и продуктивно работают ваши сотрудники. Спасибо вам большое. Теперь вот туда, за исследовательскую работу, за стол тиражной комиссии. Что мы будем исследовать? Естественно, мы будем исследовать удачу. Вот как с помощью этого небольшого билета, на котором написано 425-й тираж, 1 декабря 2002 года. Телеканал «Россия» и радиостанция «Маяк». Как с помощью этого билета овладеть такой сногсшибательной вершиной, как джекпот? АПЛОДИСМЕНТЫ Джекпот составил 60 миллионов рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, задача поставлена 60 миллионов рублей. Условия задачи следующие. Если первые 15 бочонок, которые появляются из мешка по воле случая, окажутся в числе 30 вашего билета, тогда вы и станете обладателем 60 миллионов рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а в конце игры нас ждет тоже достаточно значимый приз, которым будет завершаться наш сегодняшний праздничный тираж. Это кубышка! В кубышке 1 миллион 402 тысячи 641 рубль. Более 1 миллиона 400 тысяч рублей в нашей кубышке. Ну а кубышка как бы решает обратную задачу. Все, что останется в мешке, те несколько номеров, которые останутся после окончания игры, если они останутся в одной из карточек вашего билета, а таких карточек в каждом билете две, вы и станете обладателем нашей кубышки. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а теперь по порядку, да с первого тура. Призовой фонд первого тура 80 тысяч 860 рублей. С этого мы и начнем. Итак, мы начинаем игру в первом туре. Итак, будьте внимательны, игра начинается. Зачеркивайте в своих билетах номер 82. Номер 82. Номер 34. Номер 34. Номер 85. Номер 85. Номер 20. Ровно. Номер 20. Номер 44. Стульчики. Номер 44. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов 53 билета имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы еще раз напомнили правила для тех, кто сегодня впервые пытается овладеть одним из денежных призов нашего сегодняшнего тиража. Итак, номер 77. Номер 77. Лидирует 235 билетов. И далее номер 87. Номер 87. Стоп игра. Стоп игра. В первом туре выиграли два билета по 40 тысяч 430 рублей. Давайте поздравим. Давайте поздравим. Собственно говоря, мы уже это сделали. Мы поздравили вас с тем, что ровно половина призового фонда досталась одному из вас и ровно половина другому. Ну что же, от души поздравляю. Всего вам самого-самого наилучшего. Я думаю, что зима началась. Близко Новый год и деньги вам пригодятся. Ну а игра в первом туре закончилась номером 87. От вас теперь многое зависит. Как вас зовут? Надежда. Ну и действительно, сейчас Наденька в надежду таят все сидящие в студии и все, кто сейчас начнет играть с нами во втором туре. Вытащите сейчас по порядку четыре бочонка из мешка. Игроки под этими номерами займут места за нашим игровым столом. А телезрители и радиослушатели будут продолжать зачеркивать эти номера в своих билетах. Номер 8. Номер 8. Номер 8 играет вот здесь. Номер 23. Номер 23. Внимание. Внимание. После девятого хода 22 билета претендует на денежный приз джекпот. Джекпот. Вот сейчас, видите, мы с вами вместе, работая над этой проблемой, сумели образовать несколько игроков, которые претендуют на денежный приз джекпот 60 миллионов рублей. Что вы сейчас сказали? Хорошо. Хорошо, Надя. Кто-то выиграет. Кто-то выиграет. Вот, Надя, вы можете представить, что это выиграли вы? Ну, и я в том числе тоже могу представить это. Ну, раз у вас в руках билет сегодняшнего тиража, игра продолжается. Но у них, правда, так получилось, что вот эти номера, вот все, которые мы вытащили вместе с вами, и я, и вы, они оказались вот в одном билете, в другом, в третьем есть несколько претендентов. Вот вы выиграли эту сумму. Что вы с ней сделаете? 60 миллионов рублей. Ну, сумма большая. Прямо скажем. Да. Ну, жилищный вопрос для ребенка решу. Жилищный вопрос для ребенка. Это разумно. Разумно. Ну, я думаю, что здесь хватит. Хватит. Да, а еще что? Ну, сумма действительно большая. Надо подумать, как ее разумно и строить. Ну, что же, хорошо. Я этого желаю и тем, кто сейчас претендует на эту сумму. И не исключаем, что именно сегодня это произойдет. И денежный приз. Почти 2 миллиона долларов окажется в руках одного из нашего или в нескольких руках, в нескольких пар рук наших игроков. Номер 72. Номер 72. Осталось 5 билетов. Осталось 5 билетов, которые претендуют на этот приз. Вот у них такие раздумья. И сейчас вы вытаскиваете номер игрока, который займет ваше место. Номер 1. Номер 1. После 11-го хода осталось 2 билета. 2 билета. На, Ника. Вы вытащили счастливый номер. Счастливый номер для нашего сегодняшнего тиража сегодня 1 декабря. Да. И вот вы знаете, всегда думаешь, а почему он счастливый? А потому что нас очень многое связывает с цифровым рядом. Вот сегодня 1 декабря, начало зимы. Я от души вас поздравляю. То, что вы вытащили счастливый номер, вам положен приз. Здесь я его с удовольствием вручаю. Это телефон. Телефон хороший. Звоните нам. 137-62-14. 137-65-21. Ну вот я от души вас поздравляю. Я думаю, что все, кто здесь, присоединятся к этим поздравляю. Ну и еще один приз, который вам положен, как игроку, который укомплектовал состав участников игры во втором туре. Это хламской набор с локотипом телевизионной игры в литерее «Русская лото». Все аплодируем еще. Я прошу вас. Теперь это ваше законное место. Мы уже начали игру в втором туре. Нам срочно нужно узнать, каков призовой фонд второго тура. 161 720 рублей. Это почти в два раза больше, чем в первом туре. Итак, мы продолжаем игру во втором туре. Ход ваш. Номер 47. Номер 47. Игра продолжается. Номер 42. Номер 42. Игра продолжается. Что вы такое грустное? Какие-то неприятности, да? Нет. Нет, ничего. Номер 40. Ровно. Номер 40. Игра продолжается. Прошу. Номер 49. Номер 49. Номер 49. Внимание. Внимание. После 15-го хода в 425-м тираже джек-пот не разыгран. Не разыгран джек-пот. Как отнестись к этому? Вот в чем вопрос. Я думаю, что отнестись надо к этому философски. Раз не удалось сегодня, надо попробовать в следующий раз. Запаситесь билетом нашего 426-го тиража и попробуйте выиграть этот приз 60 миллионов рублей. Ну, а мы продолжаем игру во втором туре. Прошу. Номер 46. Номер 46. Прошу. Номер 38. Номер 38. Номер 38. Номер 71. Номер 71. Номер 63. Номер 63. Номер 63. Номер сорок три. Номер сорок три. Прошу вас. Номер шестьдесят. Ровно. Номер шестьдесят. Номер тридцать пять. Номер тридцать пять. Номер шесть. Точка внизу. Номер шесть. Как вас зовут? Наталья. Номер двадцать два. У тебя-то? Номер двадцать два. А вас как зовут? Таня. Номер восемьдесят три. Номер восемьдесят три. А вас-то как зовут? Надежда. Надежда. Номер тридцать шесть. Номер тридцать шесть. Как я зовут? Андрей, очень приятно. Номер сорок один. Номер сорок один. Хорошо. Номер семьдесят три. Номер семьдесят три. Анечка. Номер пятьдесят шесть. Номер пятьдесят шесть. Надежда, ну вы вообще как тут прям? Нет, ничего. Сейчас вижу, что есть надежда. Все-таки есть. Номер шестьдесят один. Номер шестьдесят один. Номер двадцать девять. Номер двадцать девять. Так давайте я перемешаю. Вы не возражаете. Дело нужное для игры. И. Номер двадцать шесть. Номер двадцать шесть. Анюш, вперед. Номер тридцать семь. Номер тридцать семь. Надя. Номер двадцать один. Номер двадцать один. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, появились билеты, Андрюш, в которых 14 номеров из 15 в одной карточке зачеркнуты. Внимание. Кому из вас, участников игры за столом, кому посчастливится вытащить счастливый бочонок, номер, номером которого закончится игра во втором туре, вы получите специальный приз. Номер два. Номер два. По-прежнему лидирует один билет. Один билет. Наташа, как вы насчет удачи и счастья? Неизвестно. Номер семь. Номер семь. Лидирует три билета. Три билета лидирует. Таня, как у вас с удачей взаимоотношений номер семнадцать. Номер семнадцать лидирует восемь билетов. Восемь билетов. Есть ли надежда? Есть? Есть. Конечно. Номер двадцать восемь семь. Номер двадцать восемь в группе лидеров двенадцать билетов. Андрей. Да. Вы как единственный мужчина за столом, так сказать, руководитель стола. Номер восемьдесят восемь. Номер восемьдесят восемь лидирует четырнадцать билетов. Наташа, сейчас мы на секунду прервемся, потому что нужно оповестить наших постоянных игроков, наших телезрителей, наших радиослушателей о том, что, во-первых, мы в этом тираже ожидаем появления пятнадцатимиллионного, выигравшего в русское лото. Слушайтесь в эту цифру. Пятнадцатимиллионный, выигравший в русское лото. Как только это произойдет, наш компьютер тоже определит номер этого билета. Обладатель этого билета получит специальный приз от нашего мобильного телефона, который с нетерпением ожидает своего обладателя. Вы можете проверить свои билеты. Если вдруг вы сейчас не видите нас по телевидению, передайте всем, у кого есть билеты нашей телевизионной игры лотереи, что проверить билеты можно в газетах «Московская правда», «Работа в Москве», «Сударушка» и в «Телеглаз», «Вечерняя Москва» по средам в газете «Антенна» и в газете «Антенна Телесемь», ну и, конечно, в региональной прессе. И мне хочется напомнить вам, что 15 декабря 427-й праздничный тираж, посвященный Дню Матери. В розыгрыше более 15 миллионов рублей, джекпот, кубышка, автомобили ВАЗ-2110, холодильники, стиральные машины. Осуществите свою мечту, купите билет и выиграйте! А мы продолжаем. Продолжаем игру в втором туре. Наташ, есть надежда? Да. Да, ответила она твердо. Номер 14. Номер 14. Стоп игра. И когда человек верит, всегда такое происходит. Во втором туре выиграл один билет. Его выигрыш 161 720 рублей. В данном случае вы аплодируете, естественно, не столько себе, сколько игрокам, которые с вашей легкой руки выиграли у экрана телевизора во втором туре. Вам приз от нашей телевизионной игры лотереи, всем игравшим за столом сувениры и, самое главное, радости, аплодисменты зрителей. Вы можете возвращаться на свои игровые места. А я с нетерпением здесь жду игрока под номером 14. Вот он, этот игрок. Как вас зовут? Светлана. Номер 14. Этим номером закончилась игра во втором туре. Вам и определять, собственно говоря, кто будет играть за столом в третьем туре. Номер 64. Номер 64. Номер 64. Далее. Номер 86. Номер 86. Номер 86 будет играть здесь. Прошу. Номер 33. Номер 33. Номер 33. Вот ваше место за нашим игровым столом. Ну и сейчас, Светлана, вы определите игрока, который сменит вас на боевом посту. Это номер 58. Номер 58. А вам, прежде чем вы вернетесь на свое игровое место, нужно будет получить приз. Это хохламской набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русской лотой». Слушайте, как аплодирует вам студия. Спасибо. Светлана, вы можете возвращаться и играть вместе с нами. Вы готовы? И мы готовы. Нам остается только узнать, каков призовой фонд третьего тура. 242 тысячи 580 рублей. Об этой сумме и идет речь. Более 242 тысяч рублей. Итак, мы продолжаем игру в третьем туре. Вот ваш. Прошу. Номер 75. Номер 75. Прошу. Номер 81. Номер 81. Номер 18 в жизни разбывает. Номер 18. Прошу. Номер 76. Номер 76. Номер 48. Половину просим. Номер 48. Да, себе, себе, конечно. Прошу. Номер 70. Ровно. Номер 70. Номер 70. Номер 50. Полста. Номер 50. Прошу. Номер 69. И туда, и сюда. Как не верти. Номер 69. Как вас зовут? Как? Галина Степановна. Номер 84. Номер 84. Номер 84. Напоминаю, что именно 84 года исполнилось. Саги. Мы еще раз приветствуем наших друзей здесь в студии. А вас как зовут? Рустам. Номер 27. Номер 27. Как вас? Андрей. Андрей, очень приятно. Номер 4. Номер 4. А вас как? Вадим. Вадим. Очень приятно. Номер 45. Вадиму повезло. АПЛОДИСМЕНТЫ Номер 45. Вы знаете, почему этот номер счастливый для нас? Да. Почему? Ленинский, 45. Ленинский проспект, дом 45. Вадим знает об этом, но он не знает еще, что ему сейчас подарить. Потому что, ну, вы, наверное, знаете, что всегда дарит приз игроку, который вытаскивает этот счастливый для нас номер из мешка. Вот моя ассистентка уже подкрадывается к вам. И это тостер. И главное, знаете, как все радуются. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю, Вадим. Поздравляю. Ну, давайте, дерзайте. Номер 62. Номер 62. Просто я могу вас спросить? Меня любопытство одолевает. Вот телезрители не видят у вас сережка в ухе. Покажите. А что она обозначает? Просто понравилось. Никаких, ничего не обозначает. Абсолютно. Да, вот это. Да? Хорошо. Удовлетворил свое любопытство. Но не полностью. Все равно до конца. Все непонятно. Номер 13. Чертова дюжина. Номер 13. Андрюш, вперед. Номер 53. Холодное лето 53. Номер 53. Приятно все-таки получать призы. Давайте. Мы вот так у человека сдержанный, но увидим все равно радостно. Хорошо выигрывать. Номер 68. Номер 68. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Так, вот так, Галина Степанова, время убежит незаметно. Появились уже билеты, в которых 29 номеров из 30 зачеркнуто. Вы, если вытаскиваете или кто-нибудь другой вытаскивает номер, который заканчивается игра в третьем туре, получаете приз. Как у вас предощущение? Есть какое-то хорошее? Конечно, Галина Степанова, верит в удачу. Я удачливая. Вот, сейчас и проверим. Номер 67. Номер 67 лидирует три билета. Три билета лидирует. Номер 51. Номер 51 лидирует 9 билетов. 9 билетов. Андрюш, как вы? Нормально. Номер 54. Номер 54 в группе лидеров 18 билетов. 18 билетов. Вадим, знаете как, у нас кому начинает везти, остановить невозможно. Номер 55. Перчатки. Номер 55. Стоп игра. Стоп игра, я сказал. В третьем туре выиграл один билет. Его выигрыш 242 тысячи 580 рублей. Давайте поздравим! Вот вы знаете, у нас, ну прежде всего я хочу, чтобы вы вручили, а это уже делают мои ассистентки, всем игравшим за столом сувениры от нашей передачи. Ну, благодарим вас, вы возвращаетесь на свои игровые места, играете вместе с нами. А вам, Вадим, я хочу сказать, вот 55 перчатки, вот вы одной рукой взяли приз, сейчас уже две пятерни, вот второй приз, вот он есть. Но если вы не побоитесь рискнуть своим вторым призом, первый уже, как бы, тостер уже с вами каждое утро, а вот если вы не побоитесь рискнуть вторым призом, мы можем предложить вам супер игру. Конечно. Вадим согласен? Да, конечно. Он соглашается и будет играть в супер игру. Вот перед вами ровно 10 бочонков, от нуля и до девяти, вы можете засыпать их в этот мешок, и мы сейчас определим, на какой приз будем играть. Если вы вытащите ноль, это магнитола, единица видеоплеер, два видеомагнитофон, три пылесос, четыре музыкальный центр, пять вакуумный пылесос, шесть телевизор, семь микроволновая печь, восемь большой телевизор и девять это компьютер. Вот на эти призы. Глядит Вадим и выбирает из нашей горки призов номер пять, это вакуумный пылесос. Мы играем на пылесос. Естественно, этот номер, который у меня в руках, номер пять зачеркивать не надо, мы просто с Вадимом определили, что именно с горки призов может стать тем самым призом, который он выиграет. Вот так. И теперь тяжелейшая интеллектуальная задача. Две бочки. Вот уже выбрал. Все знает, да? Все знает. Ну, для тех, кто впервые смотрит нас сегодня и играет впервые, напоминаю, что в одном из этих бочонков табличка приз, в другом, значит, то, чем занимается ЦАГИ, вот тот самый воздух, который обтекает предметы, это изучает ЦАГИ. Вы выбрали вот этот, да? Вы с кем здесь у нас на передаче? С женой. С женой. А что жена по этому поводу думает? Как вас зовут? Идите к нам сюда. Что же вы? Мы не будем же семейный совет разбивать на части. Как супруга зовут? Аня. Анечка, идите сюда. Вот Анюта идет сюда. По дороге думайте. Ну что? Вы с ним всегда согласны. Это разумно. Потому что если он выиграет, то вы, собственно говоря, и были с ним согласны. А если не выиграет, то, собственно говоря, и вы ему ничего не советовали. И это по-женски очень гранатно и правильно. Ну что, вы не передумали? Здесь открываем приз! Ну я хочу показать, что вот как бы вот здесь и была та самая пустота. Пусть она останется вам, уважаемые научные сотрудники. Ну а я рад, что семья объединилась к этому тостеру. Вы его подкормите утром. Парень, он, в общем, хилый, на последнем из дыхания. А уже мои ассистентки подтаскивают пылесос, который вы выиграли. И потом вы ему пылесос в руки. И он пошел заниматься аэродинамикой утром в воскресенье. От души вас поздравляю. Я рад, что семья оказалась мудрее, чем теория вероятности. Мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. Со мной играет Анастасия. Настенька, здравствуй. Привет. Давай. Сюда. Ну что? Я волнуюсь вообще. Я знаю, что ты волнуешься, хотя ты человек мужественный, серьезный. Это когда свои, а когда за чужие... Давай. По одному бочонку из мешка и мы играем. Номер 9, точка внизу. Номер 9. Выиграла 2 билета по 153 634. Вы слушаетесь, какие цифры звучат. Вот это суммы. Номер 89. Номер 89. Выиграла 4 билета по 101 075 рублей. Неплохо. В следующем туре разыгрываются шубы. А вот так вот. Видите, что? Я пока вам не показываю номер, Анастасия уже вытащила его. В этом туре каждый билет, в котором счастливый обладатель, зачеркнет последнюю цифру. И сейчас мы эту цифру назовем, он станет обладателем вот такой вот шубы. Вот так вот. Итак, Анастасия уже вытащила этот номер. Номер 74. Номер 74. Выиграли 13 билетов выигрыш шуба. Итак, я от души поздравляю всех 13 обладателей такой шубы. Как жены-то радуются. Господи. В следующем туре разыгрывается снегоход. Вот, Настя, пойдем. Вот такие снегоходы сейчас. Каждый билет, в котором... Вот та цифра, которую ты сейчас вытащишь, она, кажется, последняя. И все 30 будут зачеркнуты в билете. Вот каждому такой снегоход. А если он в жарких странах живет? Ну, тем более по пустыне. Номер 15. Номер 15. Номер 15. Выиграли 23 билета выигрыш снегоход. Снегоход. 23 билета. 23 снегохода. Ну, а вот в этих конвертиках заветные путевки в Финляндию. Сейчас мы разыгрываем путевки в Финляндию. На родину Деда Мороза. Номер 5. Номер 5. Выиграли 20 билетов выигрыш путевка в Финляндию. 20 обладателей счастливых билетов отправляются в Финляндию. Ну, а я хочу, чтобы мы вернулись сюда и продолжили нашу игру. Номер 66. Валенки. Номер 66. Выиграла 34 билета по 14 269 рублей. Номер 31. Номер 31. Выиграла 84 билета по 5 776 рублей. Номер 10. Ровно. Номер 10. Выиграла 156 билетов по 3 110 рублей. Номер 80. Бабушка. Номер 80. Выиграла 185 билетов по 3 234 рубля. Номер 65. Номер 65. Выиграла 257 билетов по 2202 рубля. Номер 12. Номер 12. Выиграла 648 билетов по 748 рублей. Номер 3. Номер 3. Выиграла 838 билетов по 579 рублей. Номер 59. Номер 59. Выиграла 1553 билетов по 312 рублей. Номер 19. Номер 19. Выиграла 2688 билетов по 180 рублей. У нас в студии есть выигравшие, я так понял, да? Есть выигравшие в студии. Поднимите билет, вас покажут. От души поздравляю. Вперед и дальше. Номер 32. Номер 32. Выиграла 4561 билетов по 106 рублей. Номер 24. Номер 24. Выиграла 6518 билетов по 75 рублей. И еще один выигравший в студии есть. Но вот этого надо тоже поздравить игрока, конечно. Вперед. Номер 11. Барабанные палочки. Номер 11. Выиграла 10405 билетов по 77 рублей. Ну и еще один выигравший, это ты, Настя. Барабанные палочки, тот у нас вытаскивает этот номер, всегда получает, да, конечно же, приз. Сейчас мы тебе его вручим, это фотоаппарат. И, значит, я хочу, он тебе пригодится. На твоих сольных концерках будешь фотографироваться вместе со зрителем. Я хочу, чтобы ты всех наших друзей и любителей нашей игры пригласила к себе на сольный концерт. Спасибо огромное. У меня только что украли фотоаппарат. Да. И очень кстати, а 7 декабря я всех приглашаю в зал России, в Государственный центральный зал. Приходите, поснимаемся и попоем. Да, в том числе и те, кто украл фотоаппарат. Приходите. Тоже приходите. Фотографируйтесь вместе с Настей. Спасибо. Номер 78. Номер 78. Выиграла 16 476 билетов по 59 рублей. У нас вчерашняя комиссия выиграла. Вот что интересно. Да. Вот что значит на работе уметь заниматься параллельно еще одним делом. Ну что ж, поздравляю от души. Номер 16. Номер 16. Выиграла 22 735 билетов по 60 рублей. Внимание. Появился 15-миллионный выигравший билет. Давайте поздравим. Есть, есть 15-миллионный выигравший. В нашей стране появился 15-миллионный выигравший в русской лото. Вам причитается приз. Сейчас мы сможем назвать номер этого билета. Его номер 0702 336. Мы ждем вас здесь в студии. Мы вручим вам приз. А сейчас вас от души поздравляют. 15-миллионный выигравший в России. Почему это не я? Номер 57. Номер 57. Выиграла 38 767 билетов по 52 рубля. Я прошу предупредить нас о последнем ходе. Разыгрывается последний тур. А вот и он, номер 25. Номер 25. Выиграла 54 304 билета по 54 рубля. И еще выиграла Настя. Дело в том, что Анастасия вытащила номер 25. 25 декабря в Самаре мы тебя приглашаем. Мы проводим наш выездной тираж в Самарском государственном цирке в 19 часов. А далее он будет транслироваться 30 декабря по телевидению Самары. Итак, я вручаю тебе эту шоколадную консину. Прошу тебя приготовиться к исполнению музыкального номера. На 85-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью. В мешке осталось 5 бочонков. Собственно говоря, мы сейчас должны в этом вместе с вами, дорогие мои, убедиться. А наш мешок пуст. Я прошу его передать в наше научно-исследовательское конструкторское бюро для исследования этой пустоты, этого вакуума. Сколько осталось в мешке? 5 бочонков. 5 бочонков. У нас все сходится. Верно. Итак, в мешке остались номер 30, номер 39, номер 52, номер 79 и номер 90. По этим номерам нужно выяснить, как там судьба нашей кубышки. Кубышка разыграна. Разыграна кубышка. Выиграли 148 билетов. Вы вдумайтесь. 148 билетов разорвали в клочья просто нашу кубышку. Ну что, чем больше выигравших, тем лучше. Вот настолько частей вы ее разделили. Я всех вас от души поздравляю. Ну а наш тираж продолжается. Мы сейчас разыграем автомобили ВАЗ-2110 по номерам купленных вами билетов сегодняшнего 425-го праздничного тиража. Нам наш аппарат, наша труба пригодится еще раз. Здесь ровно 10 бочонков. Проверьте. От нуля и до девяти. Я подставляю мешок. Подставил уже. Вы можете открыть задвижку. Вперед и резко. Замечательно. Все, все 10 здесь. Вот они здесь. У меня в руках. Я их перемешиваю. И сейчас прошу обратить внимание на наш билет. Вот его персональный семизначный номер. Первая цифра в номере билета сошлась. Наша компьютерная группа согласна. Она может быть любой. А вот последующие по порядку слева направо мы сейчас и определим. Прошу вас. Один бочонок из мешка. Итак, следующий номер. Это единица. Один. Номер один. Я вам, людям с высшим образованием, не буду объяснять, почему я бросаю единицу на место. Потому что все должно повторяться сколько угодно раз. Итак. Три. Номер три. Номер три. Тройку туда же в мешок. Еще раз перемешиваю. Берите любой. Номер шесть. Точка внизу. Номер шесть. И второй круг. Самый важный. Потому что сейчас как бы сужается круг претендентов. Номер семь. Номер семь. Ну вот. Прошу вас. Нельзя заглядывать. Номер четыре. Номер четыре. Ну как вы понимаете, сейчас осталось ровно как бы десять. Да, десять человек, которые претендуют. У которых все сошлось в номере билета, кроме последней цифры. Вот сейчас на вас надежды взирают. Эти кадры начальник отдела кадров привел сюда. Кадры решают все, как один из классиков марксизма сказал. Вот. Номер пять. Номер пять. Итак, я прошу нашу компьютерную группу назвать номера билетов, которые выиграли наши специальные призы автомобиля. ВАЗ-2110. Номера выигравших билетов. 01-36-745-11-36-745. Ну вот, смотрите на автомобиль, смотрите на номера своих билетов. Мы будем очень рады увидеть у нас в студии вас, дорогие мои. Вручить вам ключи от автомобилей. Приезжайте, приходите. Мы для этого и существуем более восьми лет на российском канале. Мне хочется еще раз поздравить наших друзей. 84 года институту. Это срок немалый. И этот славный научно-исследовательский институт. Мы от души желаем всем вашим сотрудникам процветания, хорошей зарплаты, научных совершений, всего самого-самого наилучшего. ЦАГИ 84 года. Ну а вам, дорогие мои, я напоминаю о том, что каждое воскресенье в 8 часов 10 минут на российском канале. Мы ждем вас. Русское лото. Не забывайте. В 8-10. Включайте телевизор. Не забудьте запастись билетом, потому что сегодняшний тираж кого-то порадовал. Ну а 15 декабря наш очередной праздничный тираж, посвященный Дню Матери. В розыгрыше более 15 миллионов рублей. Джекпот, кубышка, автомобили ВАЗ-2110, холодильники, стиральные машины и так далее. Всего вам самого-самого наилучшего. Наш сегодняшний тираж завершает Анастасия. Я приглашаю, я приглашаю всех вас 7 декабря в зал России. Приходите, попоем. Веселее! Там, где ты, меня там нет. Ты где тьма, а я где свет? Ты в песках, я в небесах. Мы на разных полюсах. Там, где ты, там вечный лед. Там, где я, там солнце ржет. С летом я, а ты зимой Мы не встретимся с тобой Между двух полюсов Эхо двух голосов Но бургает туман Обещает обман Между двух полюсов Эхо двух голосов Но бургает туман Обещает обман Бесконечная бурга Параллельная дуга Только начался туман И развел нас ураган Ты где север, я где юг И мне разорван этот круг И мне подняты паруса И мне сойдутся полюса Между двух полюсов Между двух полюсов Эхо двух голосов Но бургает туман Обещает обман Между двух полюсов Между двух полюсов Эхо двух голосов Но бургает туман Между двух голосов Между двух полюсов Между двух полюсов Эхо двух голосов Может, в сказке какой Мы увидимся с тобой Продолжение следует...